В новый состав законодательного собрания должны войти люди, которые состоялись в жизни, профессии и понимают, что значит быть депутатом. Свою точку зрения о состоянии севастопольской политики сегодняшнего дня Алексей Чалый представил молодежной команде волонтеров медицентра «Севастополь». В качестве примера депутат рассказал о борьбе за кресло парламентария, в которой разворачивается в трех мажоритарных округах. Это люди, состоявшиеся в каждой своей профессии, депутат на системе профессии. Каждый человек из своей профессии. Игорь Иванов состоялся как инженер-организатор разработки, и Пулагин, как экономист-аудитер, и Аксёдов, как экономист-банкер. Они все в каждой своей области достигли серьезных профессиональных успехов. В третий же черт судьба их занесла в 2014 году в законодательном собрании. Второе. Критический момент. Вот тот самый критический момент для города. Они всю свою поверну, всю свою игру бросили за чашу лесов, которая оказалась меньше месяц, чем общий городский. И это, от моей точки зрения, тоже очень соответствует спецификации, которые вы хотели видеть в будущем законодательном собрании. Ну и третье. Они проработали пять лет в составе ЗАГС-собрания. Каждый нашел там свое место. Очень успешно. То есть люди совершенно, моей точки зрения, безупречные. Вот кого бы мы хотели видеть, чтобы представляли нас в этом самом представительном органе. Совершенно противоположное мнение сложилось у Алексея Ичалова в отношении оппонентов Вячеслава Горелова, Вячеслава Аксёнова и Александра Кулагина на избирательных округах. А вот здесь печалька очень большая. Водопло больше. Я ее затощил в ЗАГС. Не знаю, скажу по рекомендации. Это удивительный персонаж. То есть она вот здесь скажет, что выйдет вот на три метра в сторону и там соберет и тебя тут же продаст. И так 27. Она пишет на плакатах «За Балаклаву, за лобби». Да плевать ей на Балаклаву. Вот чихать с высокой колокольной. На восемь балаков и три Севастополя продаст за свой риск. Описывая и других деятелей политической сцены Севастополя, Алексей Чалый был достаточно откровенен. Товарищ Бритцов пришел во имя того, что сейчас стать депутатом, использовал ресурс государственный. Он же не за свои деньги печатал эти газеты. Печатал эти газеты за счет бюджета Балаклава Севастополя. И врал в них бесконечно. Обливал железы, чтобы к тому же аксёму, дарил вот это. Ну и последний день, но я вчера ничего плохого про эту башню сказать не могу. В ходе встречи с севастопольской молодежью Алексей Чалый раскрыл свое видение таких понятий, как демократия, бюджет, исполнительная и представительная власть. Он рассказал, как в Севастополе реализуется самый лучший из самых плохих, придуманных человеком, способ управления обществом и как он лично относится к новому уже третьему за последние пять лет гранначальнику Михаилу Развожаеву.